Номер 3. Итак, Гриша летом отдыхает у дедушки в деревне Ушакова. В субботу они собираются съездить на машине в село Бережки. Из Ушакова в Бережки проехать по прямой грунтовой дороге, то есть мы понимаем 4, 2, 3, 4. Вот давай посмотрим, значит у нас дубенки, бережки, бережки Ушакова и Афонина. Так, ну сокращенно напишем. Есть более длинный путь по шоссе, вот понимаем по шоссе, вот грунтовая дорога, но пока непонятно где какой. Есть более длинный путь через деревню Дубенки до деревни Афонина, то есть понимаем Дубенки, Афонина это вот что-то здесь. Это вот что-то здесь, где нужно повернуть под прямым углом налево. Вот ключевой момент, смотри. Если мы едем, мы понимаем, что вот отсюда сюда мы едем, да? Если мы едем вот так, мы тут повернем направо, если, смотри, машина едет вот так, повернуть налево, вот собственно задача развалилась. Значит мы понимаем, что едем отсюда, значит едет из деревни Ушакова, вот это Ушакова и Ушакова 3, в деревню Бережки, значит Бережки это 4. И теперь как здесь написано, через деревню Дубенки до деревни Афонина, то есть через Дубенки до Афонина и потом повернуть. Значит Дубенки это 2 и Афонина 1. Вот соответственно первый готов. Смотри, как важно вчитываться в текст. Вот ключом здесь оказался поворот. Тут поворот направо, а тут поворот налево. Вот мы понимаем, как это устроено. Теперь смотри, номер 2. Найти расстояние до села Бережки по прямой. Вот здесь есть один подвох. Смотри, привычно, что клетка это 1 на 1, ну 1 на 1 километр. Но нет, здесь 2. Но здесь и на рисунке показано, и в тексте написано, поэтому будь бдительным. Мы считаем расстояние в клеточках, а потом нужно умножить на 2. То есть смотри, или же сразу расстояние берем и потом считаем уже умноженное на 2. То есть смотри, что получается. Нам нужно найти вот это расстояние по прямой. Ну что, теорема Пифагора, как ни крути. Раз катит, два катит. Сумма квадратов катит равна квадрату гипотенузы. Давай посмотрим. Смотри, вот здесь получается 8 клеточек, значит 16 километров. То есть 16 в квадрате плюс вот здесь 15 клеточек, значит 30 километров плюс 30 в квадрате. И это равно нашему расстоянию L в квадрате. Вот смотри, чем классная теорема Пифагора, что если что-то не так посчитал, к примеру, количество клеток, то у нас здесь корень не извлечется, не сойдется, не получится L нормальное. Поэтому у нас вот здесь хороший предохранитель срабатывает. Ну давай считать. Значит L квадрат равно 30 в квадрате 900 плюс 256. Что у нас получается? L квадрат равно 1156. Остается вытащить L. Не так просто. Давай вот стой, подумаем, что здесь можно сделать. Ну, понимаем, что эта штука больше, чем 900, то есть L больше, чем 30. Теперь смотри, мы умеем быстро возводить в квадрат 35. Если вдруг не помнишь, посмотри видео по быстрому счету. Что получается? На конце 25, а здесь 3х4 12. 1225. Прекрасно. Значит, вот у нас круг подозреваемых уже сузился. Значит, 31, 32, 33 и 34. Вот наши кандидаты в ответ. То есть смотри, как мы извлекаем корень. Вот у нас какой-то неприятный корень. Мы либо под коренное выражение раскладываем на множитель, но здесь это сложнее будет, либо вот так вот пристрелкой смотрим ближайшие значения и подбираем. Опять же, на быстром счете, там я все это рассказываю. Что получается? Смотри, 31 в квадрате на что будет заканчиваться? 1 умножить на 1, 1. 32 в квадрате будет заканчиваться 2х2, 4. 33, 3х3, 9. А 34, 4х4, 16. Значит, вот он у нас единственный кандидат, что это 34. Но не надо делать так быстро. То есть смотри, 34 под вопросом. Либо 34, либо что-то пошло не так. Поэтому давай проверим. Проверим, что 34 действительно является. Пока мы только понимаем, что по последней цифре сошлось и между ними находится. Но может что-то вот здесь неправильно посчитано. Здесь-то правильно, но может быть. Смотри, 34 возведем в квадрат. Давай сделаем вот так. 30 плюс 4 в квадрате и воспользуемся формулой сокращенного умножения. Ну это уже так. Тут какие-то понты идут. В принципе, можно и 34 в квадрат возвести. Но без финта и жизни не та. Что получается? 30 в квадрате плюс 2 умножить на 30 умножить на 4 плюс 4 в квадрате. 900. 4х2, 8. Плюс 240. Плюс 16. Да. Дебет с кредитом сошелся. Значит, ответ 34. Все ок. Теперь номер 3. Сколько километров приедет дедушка с Гришей, если они поедут по шоссе? Ну здесь, смотри, у нас уже заготовка есть. Вот это 30. Вот это 16. 30 плюс 16, 46. Видишь, какой имбэланс полный? Что один номер в том же блоке, один номер такой громоздкий и сложный, а другой делается вот так. Ну, как бы здесь в целом. Опять же, задачи из реальной жизни, из реальной. Задаются вопросы, которые возникают в реальной жизни. Ну а кто сказал, что там вопросы должны быть сбалансированы? Один человек спросил, почему вода в кране есть горячая, есть холодная. Да, ну, можно там про водонапорную станцию что-то рассказать. А другой спросил про вспышки на солнце. Бог его знает, это уже на порядок сложнее вопрос. Поэтому, ну вот так. Теперь, сколько времени затратит на дорогу Гриша с дедушкой? Вот 4. Если поедут сначала до деревни Дубенки, а затем свернут на грунтовую дорогу. То есть, вначале поедут вот тут, а потом вот так. Вот так будет их пролегать маршрут. То есть, смотри, вначале они едут по шоссе со скоростью 60 км в час, а потом едут по грунтовой дороге со скоростью 50 км в час. То есть, смотри, получается вот здесь у нас, если посчитать, это 9 клеточек умножить на 2, 18. То есть, 18 км мы делим на 60, столько будет времени в часах. Но в одном часе 60 минут нас просят в минутах, получается 18. То есть, вот этот кусок от Ушакова до Дубенок, они поедут за 18 минут. Теперь, нужно вычислить от Дубенок до Бережкова по прямой, по грунтовой дороге. Что получается? Опять же, применяем теорему Пифагора. Что у нас будет? Здесь осталось 6. 6 умножить на 2, 12. То есть, получается вот это 12, вот это 15. Вернее, не 15, а 16. У нас же здесь посчитано 16. 8 клеточек умножить на 2, 16. В принципе, сразу по Пифагоровой тройке. Смотри, Пифагорова тройка. 3, 4, 5. Коэффициент подобия какой? 4, 4х3, 12, 4х4, 16. Значит, вот это 20. Либо по теореме Пифагора сказать, что вот это неизвестное расстояние х, это корень из 12 в квадрате плюс 16 в квадрате. И честно посчитать. Но лучше применить Пифагорову тройку. Быстрее просто получится. Значит, 20 делить со скоростью 50 км в час. 20 делить на 50. И умножить на 60. 20 делить на 50, да, умножить на 60. То есть, 20 делить на 50. Получаем сколько часов? 20 км на 50. И умножить на 60. Посчитали и в минутах. Значит, получается 2,5 умножить на 60. 5 и 60 сократим, будет 12. 2 на 12, 24. четыре и наконец один участок пути 18 минут в другой 24 складываем что получается 42 только не 42 сейчас до 42 все правильно до 42 что-то мне буфер оверфлоу 18 плюс 24 конечно 42 но вот знаешь надо быть аккуратным бывают случаи проверяешь вот его и смотришь там умный парень параметры решает все там работа кажется кандидат 100 бальная 2 в 3 взял и посчитал что не 8 на 6 и все соответственно посыпалась поэтому концентрацию нужно держать до последнего ответ здесь 42 в четвертом ну и наконец 5 5 здесь определить на какой маршрут потребуется меньше времени то есть у нас какие есть варианты вариант 1 отсюда по прямой вариант 2 все по шоссе и вариант 3 здесь по шоссе здесь соответственно по диагонали ну смотри один у нас уже посчитан уже до нас сделано то есть в этом пункте 4 нам сыграл то есть мы понимаем что ехать вот так это будет 42 минуты прекрасно 42 минуты теперь давай посмотрим как сколько займет времени если ехать по трассе значит по трассе что получается если ехать по трассе ну или по шоссе то 30 и 16 вот здесь у нас 30 километров тут 16 30 плюс 16 46 и 46 делим на 60 получается 077 часа но 46 на 60 столько времени и умножаем на 40 на 60 получается 46 минут вот тут 46 минут на то получается 46 шестидесятых часа умножаем переводим вот эту дробь в минуты умножаем на 60 получается 46 теперь посчитаем сколько времени займет если ехать по грунтовой дороге по грунтовой дороге из предыдущего пункта знаем что у нас 30 и 16 34 что длина вот этой смотри 34 это у нас тут было вот здесь вот здесь во втором пункте посчитали длину грунтовой дороге то есть расстояние по прямой и 34 делим на 50 умножаем на 60 что получается нолики сократились перемножим получится 40 целых восемь десятых если вот это все аккуратно перемножить то есть смотрим давай перемножим что получится 34 умножить на 6 поделить на 5 3 6 180 204 поделить на 5 давай обманем систему не будем на 5 делить а домножим на 2 обе части что получится 408 делить на 10 40 и 8 ну и что же видим 42 46 и 40 и 8 получается самый выгодный вариант 40 и 8 в бланк записываем 48 запятую в отдельной клеточке не забываем никуда ее не пристегивать никакой цифры это полноправный участник записи но в жизни бывает всякое порой лучше поехать по дороге потому что если машина сломается хотя бы можно попутку поймать чтобы тебя завели или на тросе довезли а здесь по грунтовой дороге между двумя деревнями можно встать надолго но тут много может быть всяких знаешь как говорят гладко было на бумаге да забыли про овраги а по ним ходить то есть так то может все гладко получается что лучший вариант по грунтовке но в жизни бывает всякое однако не надо ничего додумывать никаких своих предположений делать если в задачи просят считать мы работаем строго в рамках тех чисел этой концепции которая дана посчитали 42 46 48 нам нужно взять самое короткое время вписали в ответ 48 получили заслуженный полный балл и